Всех, кто посетил наше богослужение в это утро и имеет возможность вместе с нами поклониться Господу. Это единственная причина, по которой мы здесь поблагодарить, помолиться Богу, Господу нашему, в Которого мы уверовали. И сегодня особенное служение, особое служение тем, что один раз в месяц мы вместе церковью снова вспоминаем ту цену, которую уплатил за нас Господь, уплатил за нас Бог, пойдя на крест и на крестную смерть. И сегодня в этом служении мы будем вспоминать его страдания, его смерть на Голгофском кресте ради нашего спасения. И пусть Бог благословит нас быть в рассуждении, еще раз пройти этот путь и еще раз посмотреть свою жизнь, соответствовать ли она тому, к чему нас призвал Господь. Мы помолимся, чтобы Господь благословил нас и был в этом служении. Мы благодарны Тебе, наш Господь, что снова мы можем видеть друг друга. После трудовой недели мы снова собраны в это воскресное утро, чтобы помолиться Тебе, поклониться имени Твоему. И сегодня особенное служение тем, что мы вспоминаем Твою смерть за каждого из нас, за каждого, кто рожден сегодня на эту землю, Ты умер для того, чтобы никто не погиб, но имели спасение. Господи, мы благодарим Тебя, что имеем это преимущество, быть детьми Твоими, и пришли, чтобы поклониться Тебе и услышь с места обитания Твоего. Благослови нас своим присутствием и благодатью своей, наполни сердца наши, каждого, кто пришел, с различными переживаниями, нуждами, благодарностями. Мы все Тебе приносим и хотим совместно порадоваться общению. Поэтому просим благослови. И всех, кто не может быть сегодня, по разным причинам, кто не смог быть, и те, кто работают, те, кто в болезни находится, мы просим от таковых, чтобы Ты посетил их, утешил, обрадовал и вдохновил. Пусть имя Твое будет прославлено, наш Бог. Тебе поклоняемся во имя Иисуса Христа. Аминь. О, благодать спасем Того, я из пучины бель, Был мертвый чудом, стал живой, Был слепкий вирусце. Был слепкий вирусце. Был слепкий вирусце. Был слепкий вирусце. Жизнь наша церковь, Был слепкий вирусце. Был слепкий вирусце. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Пусть Господь. Симон. Симон. Апостол Павел говорит, Субтитры подогнали Симон. 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 А мне хотелось, чтоб разверзлось небо, чтоб на толпу огонь с небес упал, Чтобы земля под ними раступилась и распинавших поглотить могла. О, я не знала, что такое милость, что так нельзя бороться против зла. А ты висел между землей и небом, ты, Иисус, людей не проклинал. С моим безумием согласен не был и никому плохого не женал. Возмездие виновным сердце хочет, о, накажи их, Боже, накажи! Но слышу тихое, прости им, отче. Господь, другое грешникам скажи, о, посмотри, что сделали с тобою. Но Иисус другого не сказал. Он распят был, и он дышал любовью. Я опускаю перед ним глаза. Мне стыдно. Разве я не виновата? Как смею распинавших обвинять? Ведь крест из-за мои грехи расплата. И для меня спасение благодать. Прости ей, отче. Шепот крика громче, и сердце плавится от этих слов. О, это обо мне. Прости ей, отче. Так только может говорить любовь. Аминь. Ты просто рядом, ты просто возле. Пришли ответы, ушли вопросы. Пришли ответы, ушли вопросы. Ты просто любишь, ты просто знаешь. И дух усталый мой укрепляешь. Мне просто трудно, молюсь и плачу. А ты просто рядом, и не иначе. Ты просто рядом, и не иначе. С тобой не сложно, с тобой все просто. С тобой ответы на все вопросы. С тобой не страшно, ты не погубишь. Все потому, что ты просто любишь. Все потому, что ты просто любишь. Ты просто любишь. Ты просто любишь. Потому, что ты просто любишь. Потому, что ты просто любишь. Любишь, любишь. Мы прочитаем место Священного Писания, которое всем знакомо и которое всегда читается, и желание мое порассуждать вместе с вами, что Господь нам говорит через это место. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха мы прочитаем до 33 стиха и порассуждаем о некоторых аспектах этого места Священного Писания. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Одно из самых страшных, что происходит в жизни у многих людей, это привыкание. Привыкание к тому, что Бог дает. Привыкание к хорошему, привыкание к красоте, привыкание к здоровью. Мы привыкли, что мы зрячие, и мы думаем, что так и должно быть. Но когда человек лишается зрения, он начинает понимать, каким богатством он обладал. Мы привыкаем к тому, что у нас хорошая семья и устройство, и сатана подсовывает или подказывает нам что-то другое. И мы начинаем забывать о своей семье, начинаем смотреть куда-то направо-налево. Мы начинаем забывать то благословение. Мы подчас забываем, как это хорошо, и как это не надо думать о том, чтобы встать с постели, своими ногами пойти, мы не думаем, какая, я по специальности сам врач, и говорю, мы не думаем, какая мышца должна сократиться, чтобы нога пошла, и чтобы мы ровно стояли. Мы не думаем об этом. Мы не думаем о том, что когда мы стоим, больше двухсот мышц работает в нашем теле. Мы не думаем об этом. И мы привыкаем, и думаем, так и должно быть. Но вот когда бывают такие моменты, когда мы в раз лишаемся этого, мы подчас начинаем ценить, какие мы были богатые и счастливые, когда мы это могли делать. А мы роптали и думали, вот у меня там плохо, вот у меня там плохо. И одно из самых страшных, когда мы привыкаем к вечере Господней. Мы приходим из месяца в месяц. Мы приходим каждое воскресенье. Слава Богу, что мы чаще приходим, чем один раз в неделю. И мы подходим один раз в месяц к святыне Господней, и подчас мы привыкаем. Так должно быть. И вспоминаем, о, сегодня первое воскресенье месяца, о, сегодня, оказывается, будет хлебопреломление. Да, ну пойдем, значит, хлебопреломление будет. Это страшно, когда мы привыкаем к благословениям Божьим. И я хочу вместе с вами коротко посмотреть, что мы делаем, что происходит во время вечери Господней. Что происходит? Что нам Слово Божие открывает? Это место, которое мы прочитали, оно глубокое. Оно очень много имеет под тем. Оно очень имеет много-много смысла для нас. Но я хочу обратить только на одну часть из этого места священного Писания на то, что происходит, когда мы преломляем и берем кусочек хлеба и пьем глоток чаши, из чаши. Что происходит? Ведь Слово Божие нам говорит, что это не случайно. Господь никогда случайно ничего не делает. И здесь происходят великие события и в духовном мире, и в нашем физическом. И прежде всего мы посмотрим, возьмем первые три стиха этого места священного Писания, которое мы прочитали. И здесь написано так. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Это первое, что происходит во время того, когда мы маленький кусочек из общего хлеба принимаем в свое естество, и он становится нашей частью. Это происходит, когда мы берем маленький глоток из чаши, и оно становится нашим естеством. происходит что? Первое воспоминание Господне. Интересно, Христос не сказал, что это творите, когда меня вспоминаете? Есть разница. И есть глубокий и великий смысл в том выражении «мое воспоминание». Это творите в мое воспоминание, говорит Господь. Бог, нам нужно вспоминать. Мы уже вспоминали о том, что мы забывать можем, привыкать можем к сожалению, к хорошему, к прекрасному. Мы привыкаем, мы забываем подчас благодарить, мы забываем подчас благословлять друг друга, мы забываем подчас о том, что мы созданы на добрые дела, и если мы не делаем добра, грех нам, а грешник не войдет в Царство Божие. Мы подчас забываем. И Господь говорит, это творите в мое воспоминание. Всякий раз, когда мы берем этот кусочек хлеба и пьем из чаши, мы погружаемся в это Господне воспоминание. Мы вспоминаем, конечно, и мы можем духовным своим взором видеть Иисуса, идящего по Веодолорозу. Видим Иисуса, молящегося в Гефсимании, видим Его на кресте, видим те муки и страдания, которые мы сделали бичами, терновым венцом, палкой когда били. Мы можем это видеть. Мы можем это вспоминать. И это хорошо, когда мы увидим. И самое страшное, это не физические муки, потому что разбойников тоже распинали, им тоже гвозди забивали. Самое страшное, мы вспоминаем, что произошло в этот миг, разделение Сына Божия с Отцом. И Он молится, для чего Ты меня оставил? Вот это самое страшное, что претерпел Господь Иисус за Твой и мой грех. Мы вспоминаем, когда, не только когда происходило, но и сейчас мы участвуем и погружаемся в воспоминания Господня. Мы видим Его из Священного Писания, и духовным нашим взором, как Он с чашей Своей крови, как говорит послание евреям, 9 глава, Он входит в святилище небесное, предстает перед лицом Отца Небесного и говорит, я умер за вот эту душу, прости ему или ей Отче. Видишь, он или она кается, просят прости, прости. Он входит с этой кровью, Своею, как первосвященник вечных благ и предстает пред лица Отца Небесного. Воспоминаем мы это. Мы воспоминаем Его заповеди, когда Он дал ученикам заповедь, что идите, научите все народы, кого мы только не встретим в нашей жизни. Как бы хорошо, чтобы это воспоминание жило не только у нас в субботу перед хлебопреломлением, не тогда, когда мы пришли в воскресенье только, а чтобы мы буквально уже сразу после хлебопреломления начали уже думать о следующем хлебопреломлении, которое, по милости Божией, если мы будем живы, здоровы, и Бог благословит, совершится через другой месяц. И мы готовим себя уже к этому, чтобы предстать перед Господом в таком состоянии, чтобы Он радовался нам. Мы воспоминаем. Второе, что происходит. Мы читаем дальше, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Что происходит еще? Когда мы всякий раз берем этот кусочек хлеба, берем маленький глоток с чаши, мы возвещаем смерть Господню. Что значит «возвещать смерть Господню»? Кому мы ее возвещаем? Бывают такие моменты, когда мы здесь, в таком большом собрании, в таких прекрасных, по милости Божьей условиях, мы возвещаем друг другу, возвещаем всем приходящим друзьям, которые, быть может, не знают Господа и хотят узнать о Нем, и хотят приблизиться к Нему. И мы возвещаем им смерть Господню. Мы возвещаем, и когда, быть может, нас только двое, где-то в тяжелых обстоятельствах, как это было с нашими братьями, с нашими отцами, в заключении, во время гонений, когда они двое в глухом лесу совершали хлебопреломление или где-то в камере, кому они возвещали? Они возвещали духовному миру, который видит все наши действия, который наблюдает за нашими действиями. Мы возвещаем смерть Господню за нас. И мы этим говорим, Господь умер за мои грехи. Он умер за мои беззакония. Он взял мои грехи, Он взял мои беззакония, пригвоздил их к древу Креста. Я свободен. Так некогда было, помните, в истории Мартином Лютером, когда Дух Божий побудил его совершать реформацию, и очень он испытывал тяжелейшие искушения в своем замке, когда он начинал переводить Библию на немецкий язык, и приступал к нему Сатана. И он имел от Бога силу сказать, кровь Иисуса Христа отчистила меня от всех грехов моих. Вера. Мы возвещаем смерть Господню. Он умер за меня. Он умер вместо меня. Он мои грехи уничтожил смертью Своею. Я свободен. Я принадлежу Ему никто не имеет надо мной права, кроме Него одного. Никто не имеет надо мной власти, кроме Бога моего и Христа моего. Никто, ни один Дух зловы поднебесной не имеет права и не будет подступать к нам, потому что Я Божие приобретение. Слово Божие нам так говорит, и мы читаем это в первом послании Петра и в других местах, что возвещение цены, возвещение смерти Господней, драгоценную кровью Христа мы искуплены от суетной жизни. Мы возвещаем это. Всякий раз, когда я беру кусочек хлеба, я возвещаю всему ангельскому миру, миру ангелов Божьих, которые радуются, что я его достояние, Божье достояние. Я возвещаю всем этим событиям и тем духам злобы поднимесли, которые не имеют права приблизиться, потому что я Господен, я принадлежу Христу, помазание Его на мне, печать Его на мне благодаря смерти Его. Я возвещаю, что Христ умер за меня, и я Ему только принадлежу. Дорогою, драгоценную кровью Христа мы искуплены от суетной жизни, чтобы мы со страхом проводили время странствования нашего на этой земле, чтобы мы живущие, как написано в 2-е послание Коринфянам, 5-я глава, не для себя жили, а для умершего за нас и воскресшего. Это происходит во время того, когда мы берем маленький кусочек хлеба из общего, который будут братья преломлять, и пьем маленький глоток, который братья будут разносить из чаш. Это происходит. Это великая тайна Божия. Это великие духовные события, движения происходят в духовном мире, и мы подчас даже еще не осознаем величие, благословение, которое Бог нам дает, что мы можем протянуть руку к этому маленькому кусочку хлеба. Подчас мы не понимаем, что мы делаем, какое благословение и счастье мы имеем, когда мы участвуем в вечере Господней. Что происходит еще? Мы читаем, это тоже записано в том же послании в 10 главе, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Мы становимся, приобщаемся едиными со Христом становимся, мы приобщаемся к Его телу, мы приобщаемся к Его крови, тело Его, церковь Его. Всякий раз, когда мы участвуем в заповеди, то мы показываем всему духовному миру, показываем всем свидетелям, видим и не видим, что мы часть тела Его, мы члены тела Его. Я никому не подлежу, только Господу. Кровь, цена, которая объединяет всех нас, разных по уровню своему, возрастному, там, обучение, образование, положение, не имеет разницы, все это сгорит на земле, все это с землей придет, останется только любовь Божия, останется то, что мы имели в нашем сердце, останутся дела, которые мы делали, и они пойдут вслед за нами. Третье, что еще происходит, очень важное, когда мы маленький кусочек хлеба берем из общего и пьем маленький глоток. Мы еще раз прочем 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы возвещаем Его второй приход. В этой заповеди хлебопреломления мы возвещаем и друг другу, утешаем этой надеждой друг друга, укрепляем этой надеждой друг друга, потому что в Церкви Божией есть и только которые пришли к Господу, и они нуждаются, чтобы вера их росла, и те, которые прошли огромный жизненный путь, и которых Бог обильно благословил, и они показали стойкость и преданность в вере, и они нуждаются, эти слабые, и те, кто пришли, они нуждаются в укреплении, а те, кто имеют опыт, они обязаны передать этот опыт тем, которые пришли, которые начинают этот путь Божий, путь святой и чистый. Мы показываем и свидетельствуем о приходе Господа нашего тем, кто пришли посмотреть на нас, те, кто пришли послушать служение, возвещаем тем, кто ищет Господа, возвещаем тем, кто измучился во грехах и беззакониях и в проблемах жизни своей и не видит выхода, мы возвещаем, есть выход, он в Господе, и Господь придет, чтобы судить этот мир и взять готовых с собой на пир свой, в царство свое, там, где никогда не будет ни плача, ни болезни, ни скорбей, он будет взят в присутствие Божие, и мы возвещаем второй приход Господа нашего Иисуса Христа. Слово Господне говорит о том, и брат прочитал, начиная служение, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, дабы не из немочи не ослабить душами вашими. Это условие, чтобы мы не ослабели в нашей жизни. Это условие для нашей жизни живой, чистой и святой, настоящей жизни. Это воспоминание Господа, воспоминание Его, быть всегда готовым, чтобы предстать перед Ним с чистой совестью, с чистым сердцем, воспоминание. И мы смотрим, потому что нам рано или поздно, так Слово Божие говорит, нужно предстать перед Господа. Хотим мы этого или не хотим, думаем или не думаем, то мы должны предстать перед Господа и дать Ему ответ, отчет за все то, что мы делали, живя где? В Портленде? В Ванкувере? В теле. Бог нам дал это тело, оно не наше. Оно не наше, оно Богу принадлежит. И написано, дорогою ценою вы искуплены. И Слово Божие говорит, что драгоценную ценою. И Слово Божие говорит, что тело наше, оно не наше, но храм Божий. И мы куплены дорогою ценою. Мы не себе принадлежим. Это все воспоминание Христова. Это все пребывание в Его воспоминании. Да благословит нас Господь, чтобы мы подходили к тому, что мы будем совершать через несколько минут, со страхом Божиим и благоговением. Что мы делаем? Чтобы мы понимали, что сейчас мы подходим к вопросам жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. Потому что, кто участвует недостойно, он пьет осуждение свое. Кто участвует так, как Господь желает, он приобщается к Господу, к телу Его. Слово Божие так говорит. Мы читаем из Евангелия Иоанна, 6 глава, 53 стиха ниже. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. И едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем». Вот когда Господь подал хлеб ученикам и сказал, «Съесть плоть Моя, тело Мое, ешьте, творите это в Мое воспоминание». Подал им чашу после вечеря и сказал, «Съесть кровь Моя, пейте, участвуйте в чаше, братья и сестры, чтобы у нас не было такого, что если я согрешу и я во грехе, я имею что-то на брата, на сестру, лучше я не буду участвовать в заповеди Господней». Это тоже на своем месте, потому что всякий раз, когда мы участвуем недостойно, мы себя в смерть вергаем. Мы пьем осуждение себе, когда мы участвуем недостойно, не рассуждая о теле и крови Господней, не моей. Господней. И поэтому, если мы это делаем недостойно, мы делаем себе, приготовляем смерть. Это вопросы жизни и смерти. И поэтому, если, ну, я не буду лучше участвовать, я так сегодня посижу, но не забываем, дорогие братья и сестры, это, что кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет иметь в себе жизни. Если ты будешь пребывать в таком состоянии, ты не имеешь в себе жизни. Поэтому, не оставляй вопросы примирения, вопросы твоего духовного исправления и покаяния, вопросы твоего приближения к Богу, не оставляй на следующее воскресенье, не оставляй на следующий месяц, сейчас делай, сейчас перед тем, как будет хлебопреломление, подойди к тому брату, к той сестре, не смущайся, Господь никогда не осудит. И церковь поддерживает молитву и попросит, скажи, прости меня, брат, прости меня, сестра, я сказал плохо на тебя, или подумал плохо на тебя, или сделал плохо тебе, и ты чистым подойдешь к алтарю Божьему, ты будешь чистым перед Господом. Чтобы не было этого лукаста, но я просижу, народу много, не заметят, а в следующий раз как-нибудь оно решится. Не откладывай вопрос спасения, мы не знаем, что завтра будет. У нас в Небраске девочки ехали из соседней церкви на воскресное служение, 22 года, 14 и 11, по-моему, так, если не ошибаюсь, младший возраст, не, младше было 9 лет, ехали на служение, один миг, авария, и я присутствовал на похоронах, когда в этом гробе две лежали, и старшая, и младшая, третья в реанимации долго лежала, сейчас, слава Богу, Господу улучшается. Никто не знает, один миг, и ничего не успеешь. Не откладывай вопрос спасения. Это вопрос радости и благословения, когда мы имеем мужество сказать, прости, брат, прости, сестра, и мы чистыми становимся перед Богом. И Бог не вспоминает наши грехи, и Бог наделяет нас силой и дает благословение нам. И мы идем по пути Божьему, радуясь и торжествуя. Оставь грехи, которые тебя тревожат, которые уводят тебя от Господа. Все, что уводит тебя от Господа, есть грех. Подойди к воспоминанию чистым, подойди искупленным, подойди освященным. А наши друзья, которые не имеют этой радости еще, и, быть может, кто-то здесь желает обратиться к Господу, это одно из самых благоприятнейших времен в твоей жизни. Сейчас сказать Господу, прости, Господи, я грешник, я грешница, Господи, прими меня в число детей Твоих. Я хочу быть составной частью тела Твоего, церкви Твоей, потому что никакие тогда духи злобы поднебесной не имеют ко мне доступа. Ты ограждишь меня, Ты защитишь меня. Пусть Господь нас благословит. Ему за все слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 26 главы Евангелия от Матфея, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и раздал ученикам, и сказал, «Примите, едите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им, и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Мы сегодня еще раз имеем возможность поучаствовать и совершить вечерю совместно. И хлеб, как символ тела Иисуса Христа, которое преломилось, и вот в хлебе, беря частицу этого хлеба, мы становимся частью. Еще раз провозглашаем того, что мы часть друг друга. Даже не становимся, мы и так есть часть друг друга. И когда мы общаемся друг с другом, сегодня это с того свидетельства, что мы часть друг друга. Кто-то, может быть, кажется лучше, кто-то менее успел в чем-то, кто-то менее духовный или сильно духовный, но мы часть одного тела, часть тела Иисуса Христа. И вот этот символ хлеба Христос специально, наверное, так сделал, чтобы это явно для нас было, что мы становимся одним телом, свидетельствуем об этом, и телом Иисуса Христа. Мы помолимся, чтобы благословил нас Господь и попросим благословения о хлебе. Господь Иисус, мы Тебя благодарим, что Ты наш Бог, и снова даешь нам возможность прийти к Тебе и помолиться совместно. И сегодня мы участвуем в хлебопреломлении, в заповеди, которую Ты оставил. Мы просим благодати Твоей, благослови каждого из нас, благослови этот хлеб, участвуя снова и снова, когда мы свидетельствуем, что мы часть одного тела в Тебе. Хотя мы разные, у каждого своя жизнь, каждый по-своему был найден Тобой, но теперь мы часть одного тела в Тебе, одна Церковь. И мы просим, благослови нас в этом, благослови, чтобы об этом молиться, и действительно видеть эту причастность друг с другом и быть полезным друг для друга в служении. Благослови наше общение и эту заповедь во имя Христа просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 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 Все ли участвовали в хлебе, никого братья не обошли как-то случайно? Если нет, то братья будут участвовать тоже. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучит песня. 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 Все ли участвовали в чаше свинов, никого братья не обошли, чтобы кто-то не остался. Хорошо, тогда братья будут участвовать тоже. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, у нас еще есть возможность вместе помолиться. И слава Богу, что Он сегодня дал нам возможности вот так просто, я бы сказал, красиво, исполнить эту заповедь Господа Иисуса Христа. Сегодня братья уже говорили нам о страданиях. Я думаю, сидя каждый из нас на скамейках, словно кадр за кадром прошли те события страданий Господа Иисуса Христа. От Гефсимании до Голгофы. Это действительно жертва ничем не может оценимая. Она бесценна. Это цена жизни. Я хочу лишь только прочитать один стих, и мы будем вместе молиться. Евангелие от Иоанна, 19 главы, 30 стих. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Вы знаете, всегда, когда уходит с земли дорогой, близкий человек, кто находится около него, он внимательно смотрит и слушает, что же он хочет сказать. Какие будут его последние слова, потому что последние слова говорят о том, о чем он переживает, о чем он думает. И они очень важны. Народ, который окружал Иисуса Христа, он тоже ждал, что же он скажет. И он сказал, вот это короткое слово, в котором заключалось все, это слово было «совершилось». Совершилось наше с вами спасение, искупление, усыновление, и все то, что предвещали пророки, все до единой буковки, оно совершилось. Я хотел бы лишь только, чтобы мы с вами поняли это и в глубоких, коротких молитвах благодарности сказали сейчас эту благодарность Господу за его спасение, за его усыновление, что он все совершил для нашего спасения. Мы помолимся и поблагодарим Господа. Аминь. Спасибо.